Всем привет, дорогие друзья! С вами Оля Шкуйдун, и сегодня я хочу с вами поделиться информацией о том, как привести себя в норму, в форму после родов, и как себя поддерживать тем, кто просто хочет иметь хороший вес, хорошо выглядеть и комфортно чувствовать. Эта информация будет чисто из моего опыта, из моей практики и только мои личные знания. Я нигде ничему не училась, просто черпала определенную информацию из книг, из других блогов и так далее. Итак, конечно же, хочу сказать, что в первую очередь очень важно, и вам намного легче будет привести себя в форму, если до беременности и родов вы вели активный образ жизни, занимались спортом, правильно питались, то есть вы не наберете очень много веса, если вы всегда себя держали в форме. Так что, если вы только планируете в будущем иметь детей, то, пожалуйста, займитесь сразу своим телом, и мышцы просто, когда они уже помнят какие-нибудь физические нагрузки ранее, они очень легко вам помогут вернуть былые формы. Сразу скажу о себе, первые полгода после родов было похудеть практически невозможно. У меня было лишних где-то 5-6 килограмм, и они, даже когда я пыталась придерживаться правильного питания, они почему-то не уходили. Я уверена, что это как-то связано все-таки с гормонами, с тем, что я кормила грудью. Вот, неважно, сколько ты ешь, ты просто не худеешь. Но когда вот прошло уже полгода, этот процесс сдвинулся, и я вообще очень легко и быстро похудела. Конечно же, в основе всего лежит правильное питание. Вы не думаете, что правильное питание – это какая-то диета, что вам придется постоянно быть голодным, изнурять себя. Нет. Правильное питание – это самая лучшая вещь, наверное, которую можно было придумать. Вы кушаете вкусно, сытно, часто, то есть нужно 4-5 раз в день есть, небольшими порциями. Таким образом, у вас не будет обжираловки один раз в день на ночь. И просто придерживаться некоторых правил, таких, например, как не есть фрукты вечером, потому что фрукты, казалось бы, это суперполезная вещь, это витамины, и они низкокалорийные. Но когда вы их едите на ночь, они превращаются в жир на вашей талии. Конечно же, идеальное сочетание и правильное питание, и спорт вместе. Но если у вас маленький ребенок, и у вас нет времени, сил, желания пойти на спорт, то привести себя в форму реально одним только питанием. Просто когда вы добавите спорт, процесс пойдет вообще очень быстро, моментально. Итак, перейдем к самому главному. В чем же вообще заключается правильное питание? Я буду приводить примеры, не буду каких-то заумных вещей говорить. В целом, ну, конечно же, желательно вам отказаться от мучного, булочек разных, сахара, шоколад, конфеты. Это все убирайте, это все пищевой мусор, никакого Макдональдса, жареной картошки и прочего. Конечно, можно иногда себе позволить что-то такое, но это должно быть тогда в первой половине дня. И только при условии, что вы можете себя контролировать. Допустим, мне проще отказаться от сахара полностью, раз и навсегда. Потому что если я себе позволяю есть его по чуть-чуть, мне сложно себя контролировать. Если я начну шоколадку, то, скорее всего, я ее съем всю. Допустим, два кусочка черного горького шоколада вообще никакого вреда фигуре не принесет. А съеденная уже целая плитка шоколада, вы сами понимаете, что это значит. Вы можете попробовать полностью исключить эти продукты. Я вам гарантирую, что неделю вы помучитесь, вам будет сложно, у вас будет ломка. Но спустя неделю-две вы уже будете настолько комфортно себя чувствовать, что даже стоящий на столе торт у вас не будет вызывать такого огромного желания его съесть. И что касается распорядка дня. Допустим, утром идеальный, плотный, сытный завтрак. Это углеводы, белок и жиры. Все в комплексе. Допустим, вы едите кашу, овсяную, к примеру, добавляете туда фрукты, мед, орехи. Можно немножечко сливочного или растительного масла. И это получается отличный, вкусный, сытный завтрак. Но если хотите, чтобы хватило на дольше, то добавьте еще, например, вареное яйцо, либо какой-то омлет на пару. Тогда такой завтрак вас насытит на несколько часов, это я вам гарантирую. В течение дня можете спокойно перекусывать фруктами. То есть второй завтрак можете поесть фрукты, йогурт, творог, что вам больше нравится. В обед можете поесть тоже какую-нибудь кашу, либо суп. Можете также есть хлеб. Хлеб не исключайте из вашего рациона. Просто ешьте его в первый поле дня и выбирайте цельнозерновой, темный хлеб из муки грубого помола. Потому что белый хлеб, он мало того, что он никакой пользы абсолютно организму не несет. Это очень много лишних калорий. И вообще он даже вредный. Белая мука, которая очищенная, она в вашем желудке создает слизь. А если у вас в организме слизь, то все полезные вещества очень плохо усваиваются. Так что можете, даже если вы не худеете, то поддерживайте себя. В любом случае переходите на здоровый полезный хлеб. Бездрожжевой, кстати, тоже. И чем ближе дело движется к вечеру, тем меньше углеводов и жиров должно быть в вашем рационе. Допустим, идеальный ужин – это белок и овощи. Овощи берите любые, жарьте их, жевать не на масле, а на гриле, либо запекайте в духовке. Очень много вариантов блюд можно придумать, очень вкусных и интересных. Если это сезон, овощи и фрукты, они просто в изобилии. Поэтому летом и осенью идеальное время, чтобы держаться на правильном питании. Это могут быть как и дорогие овощи, так и дешевые. Буряк, морковка, кабачки – это все доступно. Правильное питание – это недорого. Можно питаться, допустим, на правильном питании красной рыбой, а можно более дешевую взять хек, и она будет вкусная и принесет пользу вашему организму. Итак, идеальный ужин. Я чуть-чуть отошла от темы. Идеальный ужин – это либо порция овощей хорошая, не жалейте себе. Спаржа очень классная, белковая, вот так вот будет. И какой-то белок, как я и говорю. Это либо яйца вареные, либо куриная грудка запеченная или на гриле, либо отварная – это проще всего. То есть, если у вас маленький ребенок, естественно, у вас нет времени выготавливать. Поэтому идеально что-то очень готовить просто. Допустим, забросили все в мультиварку, без жира, без ничего вам приготовила практически без вашего участия. Итак, это нежирное мясо, может быть, курица, индейка, грудка. Либо рыба. Белая любая рыба. Морской окунь, хек, не знаю, что вы любите. Хотите красную рыбу есть, она более жирновата. Но если у вас нет цели именно похудеть, а просто поддерживать себя, то это тоже хороший вариант. И еще такой момент – не морите себя голодом. Потому что чем дольше вы голодны, тем больше вы съедите потом. Не пытайтесь не есть после шести. После шести не ешьте только то, что я говорю, фрукты, хлеб, орехи. Вот это все после шести вам не нужно. Можете его вдоволь есть утром, в обед, но не вечером. И оптимально есть за три часа до сна. Конечно, если вы ложитесь по девять часов вечера, то идеально поужинать в шесть-семь часов. Если вы ложитесь в двенадцать или позже, то спокойно можете последний ужин принять за три часа до сна. И еще важный момент – если ваша цель похудения, то важен дефицит калорий. То есть если вы в среднем сжигаете за день 2-2,5 тысячи калорий, то вы должны немножко меньше съедать. За счет этого дефицита вы будете худеть. Если вам нравится ваше тело, вас практически все устраивает, вы хотите просто не поправляться, то просто ешьте в свое удовольствие столько, сколько нужно, придерживаясь вот этих принципов правильного питания. Еще один совет для мамочек, которые хотят похудеть. Нет времени идти на спорте, я понимаю. Будьте активны, гуляйте много времени с коляской. Только не сидите на лавочке, читая книжку, пока ребенок спит. А прогуливайтесь по району, наматывайте круги. Это тоже активность, это тоже сжигание калорий. Также часто есть такие площадки спортивные на улице, они бесплатные. Пока ребенок рядом спит в коляске, можно на турнике, если умеете, конечно, подтянитесь. Либо там можно пресс покачать, просто по лестницам полазать. Одевайте себе просто спортивную форму какую-нибудь, кроссовки и отправляйтесь на такие площадки. Проводите время с пользой. Так что я думаю, вы, в принципе, из моего видео поняли, что худеть можно вкусно, сытно. Для меня, допустим, морить себя голодом или знать, что я на диете, это, наверное, морально самое ужасное. Я чем строже себе делаю диету, тем мне больше хочется всего вкусного, сладкого, гадостей каких-то наестся. И поверьте, такое питание, оно хорошо не только тем, что вы можете похудеть и поддерживать себя. Это здоровье. Когда вы едите еду полезную, то ваше тело вас, конечно же, ваш организм отблагодарит. На этом все. Если я что-то упустила или у вас есть вопросы, можете писать в комментариях. Ставьте лайки к этому видео, мне будет очень приятно. Спасибо за просмотр. Всем пока!